Ребят, я здесь, короче, так сказать, нашёл рядом с этой штуковиной какие-то мутации. И, ну, давайте, короче, тогда распределим все мутации между нашими ребятами и попробуем их непосредственно активировать. Мне кажется, что это будет хорошая идея. Так, давайте эту мутацию дам вот этому чубрику. Ой, ладно, пускай у него остаётся. А вот эту мутацию дам, допустим, не знаю кому. А, ладно, я его сам. Давайте. Раз. Смотрим. И наш чубрик становится водным обработчиком. Мутация водный обработчик позволяет постоянно перерабатывать ингредиенты в ячейках инвентаря, превращая их в воду. Учтите, что питательные вещества при этом не извлекаются. Следите за тем, что поглощает этот требум, его тело будет... Ага, то есть по факту мы... Инвентарь. Ага, ой, блин, не-не-не, я не хочу, чтобы мутация перерабатывала. Подожди, 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 не-не-не, я не хочу, чтобы мут... Блин, это вообще-то очень плохо. Я теперь ничего особо не могу носить в инвентаре. Я могу что-то носить, просто чтобы это было, так сказать, ээээ... Ух ты, слушайте, у меня здесь много... Я не знаю, нужно мне их вообще оставлять себе или нет. Ставлю здесь. Короче, это будет перерабатываться в воду, я все понял. Что у меня есть еще? Давайте поглядим. Вот эта мутация, это башка у него станет совершенно другой. Еще похаваем. Здесь. Вот эта мутация, это как раз новенькая. Давайте затрестим ее. Что она делает? Она дает нам пугающий хобот. Позволяет требуемую издавать звук пугающих хищников. А он спит, да? Блин, ребят, если это сработает, я просто офигену на всякий случай. Он, кажется, реально завелся. Стоп. А мне... Ой, это друг или враг? Погоди. Эээ! Что он делает? А что он сделает? Он мне уничтожил мутации, что ли, или что? Погоди, я что-то не врубился. Может, там есть способ использовать существующих хоботов, чтобы опустить мост, он не уже его опустил, получается. Погоди, а что других вариантов никаких не было там? Перепрыгнуть или типа того? Я без мутации остался, алло. Игра, это нормально? Так, погоди, у меня же были мутации в инвентаре. Были, конечно, но далеко не все. Все даже не залезет? Да, все даже не залезет. Окей, это очень странно. Там один балл. Сможет вывести? Так, все. One by one. Жестокий желтый свет сжигал способности требуемов одну за другой. Да у меня уже, походу, нет никаких способностей. Они оставили меня вообще без мутаций. Офигеть, это вообще норм? Что? Ребята, это просто жесть. Но у меня есть некоторые мутации в инвентаре, с одной стороны. Блин, у меня других вариантов и нет, походу, дела. Меня реально придется использовать. Но у меня у всех короткие ноги, никто не умеет прыгать нормально. Могу только себе волосы вырастить. Это все, что я могу сделать. Офигеть, блин. Ну это просто подставал. Ну да, я сделал себе на всякомоядную кожу. Но смысл в ней какой-то. Давайте я наверху сперем. О май гад. О май гад. О май гад. Вот что я с этой, не лягушкой, а как гусеницей, черепахой. Ну короче, вы поняли, что я с ней могу сделать. Она выглядит как будто бы, она состоит из этих. Ну, кстати, может быть я могу ее подманить. Кстати, ее кто-то подкинул. Блин, без мутации жизнь плоха теперь будет. Может быть он, если мы отойдем, она реально вылезет оттуда на еду. Вроде не вылазит. Жеееееееесть. И как быть в данной ситуации? Я без ноги теперь. Без ноги просто и без... О, кстати говоря, что-то интересное здесь. Без ноги и вообще без всего, если уж честно говорить. У меня вообще ничего нет. Только волосы на башке растут. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, что это? Светилище возрождения. Эти особые руины, разбросанные по всему миру, позволяют вам размещать и возрождать в них своих требумов. Размещение требумов может пригодиться, если в вашей команде больше нет мест. Но вам бы хотелось использовать одного из требумов позже. У возрожденного павшего требума есть своя цена. Она зависит от того, сколько требумов было мутаций. Ага, то есть я из племени могу переместить в облако, так называемое, в клауд. Но мне это на данный момент, в общем, применент. О, странное устройство. Блин, как вообще можно было лишить меня всех мутаций? Но я бы... Вот этот чувачок мне нужен. Это ножки, ребят. Это все не знают ножки. А как Аула? Кайф. Вообще кайф. Давай. Ножки. Ножки. Супер. И еще одни хочу. В таком случае. Ой, я там не хочу смотреть. Улетел его прах в сторону цилиндра. Жесть. Так, ладно. Ну там нам рассказывают по поводу того, что мы можем оживлять павших требумов. Но сейчас меня это мало интересует. Меня сейчас интересует другое. Где мне надыбать большой инвентарь? Если я не ошибаюсь, большой инвентарь был в какой-то воде, кажись. Хотя по хаму сразу не подошел. Ой, блин, я себе еще цилиндр сделал, да? Ой, этот перерабатывающий воду. Да, в принципе, на хобот-то пофигу, по большому счету. Мне бы здесь сейчас найти водяной какой-нибудь островок. Кстати. А это что мне дает? Блин, а я могу инвентарь, посмотрите? Я все время забываю, что дают разные мутации. Небольшой червяк с уникальным метаболизмом. Трупный клубень, образующий на растения с буками от пугающими хищников. С уникальным метаболизмом. Блин, я реально все время забываю, что дает эта фигня. Давайте попробуем. Если что, то... А, все, вспомнил. Хорошо, это хорошо. Давайте побольше даже соберем всего. Хотя это не очень хорошо в том смысле, что мне нужно теперь скинуть. Ой, я все журу, не ту кнопку нажимаю, да? Ё-моё. Ладно, пофиг, это ни на что не повлияло, потому что у меня уже есть эта мутация. Мы просто, по сути, за нее получили... Так, давайте я тогда за этого пока играть не буду. Я буду играть пока что за этого. Собираем мутации, если что, то пригодится потом. Да, ребят, без мутации жизнь плохая, вам честно скажу. Водяного никакого озера я здесь тоже не наблюдаю. Поэтому, соответственно, по всей видимости, нам придется катиться с вами уже за барьером. Мы видим с вами башню. Я сразу же хочу распределить так условия, чтобы мы с вами были с фурунной энергии. Для этого нам нужно вернуться вот к тому облачку синему. И сразу, ну, типа, катимся к башне, наверное. Потому что цилиндр, как обычно, очень скоренько начинает работать. Очень-очень быстро. Поэтому желательно все делать тоже максимально. Так, все хорошо. Энергия восстанавливается. Что-то восстановилось. Что-то она не очень восстановилась. Возможно, у Нагастова, кстати, больше энергии. Давайте я на этого переключусь. Восстановит он? Блин, у меня мало энергии совсем. Ну ладно, фиг с ним, поехали, короче. Очень меня напрягает ситуация вся, которая сложилась с мутациями. Но я постараюсь отбиться уже в этой серии. Постараюсь максимально собрать. Мы перешли с вами барьеры, ребят. А, нет, еще не перешли. Вот, сейчас перейдем. Примц. Все. Эта фигня покатилась. Мы покатились с вами тоже. Буду сейчас по дороге исследовать. И если что найду, сразу берем это себе, ребят. Если что полезное будет, не тормозим. Так сказать, желательно не падать в яд тоже. Хорошо было бы. Покатились. Покатились. Энергии мало. Немножко нужно восстановиться, я так думаю. По дороге можно... А, у меня еды много. Пока что ничего хавать не будем. Катимся просто вперед. Башню мы с вами видим. Все хорошо. Да, есть какие-то уходцы, которые рядом, скорее всего, гуляют. И они не попрощают. Не гоняются. Такс. Башня рядом достаточно-таки. Но я уже вижу приближение цилиндра, ребят. И вот это мне вообще нифига не нравится. Я, конечно, рад, что там ядовитые эти жмыхи тоже отъезжают. Но зато становится сейчас. Что меня, конечно, очень радует. Потому что я что-то поднапрягся с этого забега. До свидания, мистер цилиндр. До свидания, мистер цилиндр. До свидания. Ну что, будем исследовать потихоньку? Э, а что происходит в стопе? Эм, окей. А что? Почему он катится? Цилиндр взрел от ярости. Голос в воспоминаниях говорил поспешно. Действовать нужно очень осторожно. Цилиндр может выместить злобу на земле, но далеко им уйти он не даст. Чтобы выжить, нужно держаться ближе к центру бури. А где центр бури? Подкатился уже. Меня очень напрягает, что... Бегут все, бегут. А что делать? Цилиндр не щадит никого, ребят. Цилиндр перемалывает всех просто. Поэтому абсолютно все. От малого до велика, можно сказать. Я вообще очень хочу найти себе... Кузана этого, который дает нам хороший инвентарь. Где-то в центре бурики. Вот то, что бьет, вот это голодан. А, то есть нам надо держаться поближе к нему. И он сейчас катится, кстати, довольно медленно. Он без морда. Так, нам этому кататься нельзя, кстати, есть. Но она... Это сам. О, ладно. В таком случае... Подержимся поближе к нему. Но он реально довольно медленный в этот раз. Прямо не может сильно напрягаться. Но... Вообще-то это время бы исследовать... Исследования бы потратить. Опа-ча! Опа-опа-опа-ча! Здорово! Это... Опа-опа-опа-ча! Здорово! Давай. Времени уродить. Времени уродить. Времени уродить. Еее... Тело к нам пришло. К нам пришло дело. Потом переименуемся, что... Все, наша банда растет, ребят. Это самое главное. Это самое основное. Банда стала больше. Это... Что-то хорошо. Такс! Эээ... Она что-то нам дает, кстати, место интересное для нас здесь нет особо. Я вообще даже не понял, что это значит сначала, оказывается. А что, теперь все время надо будет бегать? Или мне хоть дадут отдохнуть? О, игра! Хватит! Я реально хочу, пожалуйста. Передышечку себе сделать. Ай, чувствую, что здесь есть какой-то секрет, но я не знаю, какой, к сожалению. Блин, досадно, честно говоря. Потому что мне почему-то прям интересно узнать. То есть, пятикан узнает светилище было такое. Храмик. Я все еще не вижу ничего, что было бы похоже на инвентарь. Это все еще абсолютно... Какая-то мутация, кстати говоря, пока еще не знаю, какая. Может быть, это так и так. Давайте запресим. Закалываем. Нет, слушайте, я этому не хочу заставлять. И... Хало. О, кого это нам даст. О, третий глаз. Такими глазами требуем, может разогнать любой объект, охраняющийся в мостической памяти. Ладно, это, конечно, хорошо, но не совсем приятно. Ладно. В принципе, кофе. Все, что он продолжает фигачить электричеством. А что, мне еще сейчас бежать придется? Я реально устал. Уждайте мне отдохнуть. Да немножко. Игра. Ну хватит. Остановись. Башня. Ну, я же рассчитывал на то, что... Все. Фух, ладно. Повезло. Хотя бы с этим. Прикол. Кстати, тоже полезно. Каким попугающим и удивительным не было это существо, требуемым почувствовать облегчение, когда... Оно спустилось с неба. Офигеть. Вот оно, небесное создание, которое они должны были найти. Возможно, оно могло бы помочь им в этой беде. Слушайте, ну что это за создание, мы узнаем с вами уже в следующей серии, дорогие друзья. На сегодня, пожалуй, что все. Спасибо большое, что смотрели. И до встречи в следующей серии. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь. Спасибо.